А я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь, если спросят, у меня здесь нет. А стоит ли ехать в столицу России для того, чтобы там жить на постоянной основе? И наверняка много людей едут в Москву, чтобы жить здесь, жить на постоянной основе. И зарабатывают здесь от 50 до 100 тысяч рублей в месяц, что в регионах, ну здесь так это называется, регионы, мол, ага, окраина, ёпта, ага. Ну, мол, вот стоит ли? Это выбор каждого. Невозможно ответить здесь. 50-100 это, может быть, конечно, невысокие деньги, но для регионов, для большинства людей это высокие деньги. Но для некоторого количества это невысокие деньги. Они и в регионах зарабатывают и 100, и 200, и 300, и дальше. Так что, у них и мысли нет, куда-то переезжать. Например, в Москву, который столица России, муравейник, тараканник, который жестко так весь заселен. Правда, ночью-то не видится, что он так заселен. Все спрятаны по своим конурам. По нурам, даже Иван Ургант сидит где-то в своей квартире, с большой вероятностью. Даже не то, что сидит, а скорее всего спит. Ведь время-то уже час ночи. Так а Денис сладенький не спит. Он уже и забыл, когда он в час ночи спал. Более того, в течение полугода минимум он, в принципе, в час ночи уже не спал. Ни разу. Ни разу не спал в час ночи. То в 2 лежит, то в 3, то в 4, а то и в 5. И не важно, работали, не работали. Отсюда появляется лишний вес. Не соблюдайте режим свой. Природный, натуральный. Получайте лишний вес. Ибо какого хуя? То-то и оно. Что лишний вес-то вы точно получите. К примеру, даже из-за этого, дорогие друзья. А то, что вы видите, что я на красный свет перешел. Ну что ж. Не повторяйте этого. Хочу вам сказать. А то у нас любят люди русские, даже русские люди любят жаловаться. Так вот, не повторяйте этого. Мне можно... Так, подожди-ка, еще он останавливается. О, сейчас я на него сяду. На троллейбусик-то. 54-й, наверное. 54-й, не уходи без меня. Ну, успел таки закрывающиеся двери заползти. До Шелепихи проеду одну станцию, потому что метро до часу. А сейчас уже практически час. И мне придется сесть на метро и уехать куда-нибудь. А потом пешкаром сам дойду. Ну, на самый крайне хадаксу доеду. Блядь, ебучий троллейбус. Реально, какую-то хрень собачью тут мутит меня. Шелепихинский мост нормально не может проехать. Че стоял вообще, хрен, поймите. Ладно, его можно понять, все-таки час ночи. Друзья, стоит ли переезжать в Москву? Я вам так скажу. В любом случае, да. И только потом вам решать, на которое время вам переехать. И здесь, внимание, вам никто не ответит, на которое время стоит переезжать. То есть, тут вариантов очень много. Тут можно побыть здесь месяц, два, пять, десять, двенадцать год. То есть, один год здесь также можно побыть. Здесь можно побыть и два года, и три года. Вот, все зависит от того, естественно, что вы хотите. То есть, если вы здесь хотите прямо вот так вот, прямо укорениться и жить, да. Я хочу сказать, что если вы активно будете изучать Москву, даже при самом жестком графике работы, то за год вы в любом случае побываете примерно на 50-100 станциях метро, что уже является практически половиной всего метрополитена Москвы. Вы будете приблизительно ориентироваться, где что. Что нормальные города, в принципе, располагаются с помощью вертикали и горизонтали. Москва, у нее круговая штука, круговое расположение. Вот, сейчас мы идем на Шалепиху. Вот, то есть, не просто там Шалепиха или Шалепиха. Ну, Шалепиха, это, конечно, уже гон собачий. Вот, Шалепиха или Шалепиха, вот тут может быть Шалепиха или Шалепиха. Тут может быть некоторое раздвоение. Но в любом случае, со временем вы будете называть это дело правильно. То есть, Шалепиха, ну, к примеру. И таких названий очень много. Вот, пойду прокачусь немного. Можно жить везде, дело не вместе. Нет такой темы, типа, где родился, там пригодился. Ну и нет такой темы, что нужно обязательно ехать в Москву. Абсолютно нет. Прошел. Первый путь, второй понеслась. Короче, уже почти час ночи. Ну, прям, реально зашел чуть ли один из не из последних, если вообще не последних, на ту станцию. Потому что метро в Москве обычно работает любая станция до часа. Даже МЦК. МЦК это 14, по-моему. 14 назовем это клиния, которая работает. Ну и, соответственно, на ней еще можно куда-то ехать. То есть, кто-то еще приедет. Вот. Ну, что я могу сказать. В принципе, вся эта тематика бумага, пластик. Вся эта хрень собачья, это правильно. Не по-русски, но постепенно один-второй-второй человек стекло выбросит именно сюда. Бимагу сюда. Все остальное сюда. И так далее. То есть, все, конечно же, выбросят как нужно. Какой-то перец мне стал заявлять про какие-то там теракты странные. Вообще, это очень странно. Я даже удивился. Думаю, типа, на самом деле, никогда такого не было. Там всегда все можно снимать. Ну, знаете, скорее всего, он сочиняет. Говорит, мол, вот вы там теракты напрямую снимаете. Ну, ё-моё, ты что несешь это? Какую-то чушь собачку. Какой теракт? Ну, даже если я снял. То есть, что-то. Закрыт информацией. Ты меня еще заставь это все удалять. Ну, что ты несешь какую-то дичь? Короче, я пошел в Северную станцию. То есть, не на Лужники поехал. На Станцию Хорошова. Хорошова это... Это по фиолетовой ветке. И там близко к Полежавской, буквально, полкилометра. Ну, и вот. Ночью решил проехаться. В один из посудних поездов зашел. Потому что... Ну, просто хочу проехаться. Сейчас он наберет километров 80 максимум. Слушай, ну, если... Видите ли, я аж потом никуда уже не попаду. Мне придется идти пешком. До дома. Слишком много нельзя пешком идти. Потому что, ну, это просто пиздец. Ну, еб твою мать. И не ты, что там завтра на работу. Не на работу просто. Ну, надо как-то соизмерять. Там, пять километров до дома. Или десять. Я ж не пойду десять километров. Правильно. Не, я сейчас еще одну станцию пойду. Мне просто интересно там вот тут добираться, начинать. Кстати, я вам рекомендую именно пройти куда-то. Либо проехать что-то незнакомое. И зато далее вы сможете каким-то образом, ну, думать, как выбираться. Я даже более скажу. Я с собой телефон не взял. Я это крайне редко делаю. Ну, а что, съемка на камеру идет, идет. С кем-то мне сообщаться нужно, нет. Таксо вызывать нужно, нет. Надо в крайнем случае я там любого таксиста так приторможу, да? Правильно. Конечно, я в Москве знаю не идеально, что тут говорить. Но я ориентируюсь более или менее. И в любом месте Москвы, по сути, может быть, заключение новой Москвы. В конце концов, у меня русский язык. Это гораздо важнее, чем любая ориентация в любом городе. То есть, ты находишься в России, ты русскую ориентацию знаешь в плане языка. И все. Тут, то есть, без Б все очень решается. Понимаете, да? Уважаемые, товарищ автор, не забывайте свои вещи. Знаете, я вернусь. Для выхода, воспользуйтесь кнопкой. Я еще делал, что поступливает. Хорошо. Я скажу так, хорошо, это мне неинтересно. Сразу полежаюсь. На земный переход. Ну, нахуй нам это полежать. Я вышел, чтобы прогуляться немножко. Сейчас дойду, может, до встречного или там еще куда. Посмотрим. Посмотрим по обстановке. Наземный переход на станцию метро Парижаевская. Вот. Ну, ладно, друзья. Я пока тут выключусь. По МЦК еду. Чуть-же не в последнем. Сегодня даже уже 21 декабря. Видите, даже уже не полностью следую, только до Балтийской. Ну, она же как бы Войковская. Сейчас до Зорги доеду. А Зорги это уже там, ну, ближе к Октябрьскому полю. Ну, и пешкарам там дойду, куда-нибудь может быть. Ну, не знаю, посмотрим. Фиолетовая ветка, короче, рулит. В данном случае. Ну, и что, я вышел все-таки на Зорги. Все-таки. И, ну, что ж. Поройдусь немножечко. Я, конечно, понимаю, что у меня дома довольно далеко идти, до центра. Но я так хочу. Я немножко винишка выпил. Вот. Ни на какие автобусы и там метро я особо не рассчитываю. Хотя, кстати, еще, наверное, можно рассчитывать. Там буквально еще без 20 сейчас время может быть, да? То есть, еще метро там минут 20 ездит. Ну, ничего, я могу и пешком дойти. Мне даже интересно, с кем я встречу, с кого я что спрошу. Я так хочу. Это такой маленький выход из зоны комфорта. Ввиду того, что... Ввиду того, что... Ну, я немножко незнакомой территории. Хотя на Зорге я, на самом деле, здесь был. Уже, конечно, дело было в январе. Ну, вот смотрите, ситуация какая. Так. Сейчас, секундочку. Зорге понятно. И вот вверх пошла Панфиловская с трешним. А тут зеленая ветка уже Балтийская. Это Войковская. Ну, и так далее. А вот она, Владыкино. Одноименно. Ботанический садор. Оранжевая ветка. То есть, смотрите, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, и скажем так, восемь. Восемь станций ты на оранжевой ветке, ну и понеслась. Ну, это не имеет значения. Кстати, время час. И метро уже любое закрыто. Внимание. Это означает, что либо я сейчас иду на таксо. Что я не предполагал, естественно, делать. Либо я просто пешкарем иду, и нормально. Как-нибудь я разберусь. Мне такая... Мне такой выход из зоны комфорта нравится. Блядь, ну, пидоры. Кто-то уже это... Раздолбил здесь. Опа. Так. Тихо. Кто-то здесь уже раздолбил стекло. Вот. Вот. Еще три минуты осталось, и метро закрывается. В городе нашем. И интересно, Москва. Очень суровый город, между прочим. Если от людей знакомых не имеешь. И даже если не имеешь этот суровый город. Вообще хуй с ним. Просто когда ты живешь в суровом городе, ты сам становишься суровым. Короче, дорогие друзья. Бирюзово маршала меня не интересует улица. Соответственно, я пошел по холодному переходу. На улицу Коусинена. Кстати, там бесплатно поезд... Ну, автобус, не поезд, естественно, ездит до... Станции. Давайте такое назовем. Станции. Яу. Это мяу. Станция аквапарк. Я так называю, в шутку, авиапарк. ЦСКА, ёбаннаху. Вот. Ну, зона комфорта не велика. То есть, не очень широкая. Был я здесь, был. Здесь шахматный магазин есть. Часть ассистент. Он очень так расположен, знаете ли, скромненько. Кстати, смотрите. Видите эту тему? Опачки, это Сити. Мне как раз туда и надо. Я не знаю, почему, но сегодня весь день Сити ебашит. Башня Меркурий ебашит рекламу Борг. Это пиздец. Я не знаю, почему. Ну, как бы, ну, так вот. Борг, да Борг. Че, я последний, наверное, пассажир, да, на этой станции. Так, внимание. Сегодня 21 декабря. Практически через день родится Сталин. Ну, как бы. Как бы. В каком году он родился, кстати, в 78-м? Ну, кстати, интересно. 122 плюс 17. Ему сейчас 139 лет. Было бы. Ну, естественно, без всяких бы. Вот. Почти 140 лет. Официальных этих он 79-го года. Так он 78-м. Может, 39 лет, да. Иосиф Исарионович умер в 53-м году, в 5-м марта. Ну, и, соответственно, вот сегодня просто такая дата хитрая. 21 декабря. 2017-го года. Сейчас уже не Сталин рулит, а товарищ Путин. И, скорее всего, и дальше будет рулить. Ну, по крайней мере, некоторое время точно. Вот. И, как бы, ну, вот, такова, такова история. Таков ход истории. Вот. Скоро у меня сядет батарейка, соответственно, я не смогу снимать. А, у меня же запасной есть аккумулятор. Ну, смотрите, если сейчас мы идем туда, в ту сторону, мы выходим к станции Октябрьской. Не знаю, меня сейчас почему-то сотрудник метро попытался задержать. Я, как человек такой, довольно, знаете, идущий на контакты, я решил, что, ну, можно пройти и... Ну, в смысле, если им нужны какие-то вопросы со мной решить, ладно. В итоге он понял, что я никуда не пойду, ни в какое тепло, вот там что-то, типа, мерзнуть. Я решил, что я просто постою и послушаю, что он скажет. Он решил, что камера это нельзя, а фотоаппарат это можно. Позвонил самому товарищу под названием Дмитрий и решил узнать, а как бы, а можно ли мне снимать. Ну, это странно, естественно, это очень странно. Кстати, второй раз мне за сегодня, вот сейчас подошли, я проехал на последнем поезде МЦК. И, ну, вот как-то решили ко мне подойти, я сейчас на станции Зорги был, вот. Ну, он позвонил, все-таки узнал, потому что я с ним никуда не пошел. Ай, сука, не успокоится, ну, я. КОНГИНОЕ РАЗНАМИЗЯ Субтитры сделал DimaTorzok